Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Агропромышленный холдинг «Дороничи». «Особое мнение» на 101FM Начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Олег Ткачев, директор Центра поддержки некоммерческих организаций и член Общественной палаты Кировской области. Добрый день, Олег. Добрый день. По традиции, вначале напоминаю, что на сайте хакиров.ру есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, с помощью специальной формы вы можете задать вопрос гостю «Особого мнения». Вопросы есть, их несколько по ходу передачи буду озвучивать. Ну а начать хочу вот с какой темы. 18 ноября, то есть на прошлой неделе, Общественная палата Кировской области презентовала в очередной раз, потому что первая презентация состоялась в рамках Гражданского форума, если не ошибаюсь, презентовала портал обратной связи «Вместе Киров». И вот на этой презентации выяснилось, что вовсе даже не обязательно тем инициативам, которые размещены на этом сайте, набирать 5000 голосов для того, чтобы попасть на рассмотрение правительства Кировской области. Вот как выразился экс-секретарь Общественной палаты Кировской области Андрей Усенко, цитирую, «Если мы увидим, что какая-то инициатива набирает одну, две или три тысячи голосов, мы уже готовы в рабочем порядке взять ее на сопровождение и просигналить органам власти, что есть такая проблема, такой вопрос». Вы как оцениваете это заявление? Ну, это нормальное заявление. То есть, в принципе... Поближе немножко микрофона. Зачем лишний формализм? То есть, да, 5000 голосов – это гарантированное обсуждение на правительстве вопроса. Но если тема действительно живая, горячая, и много людей подтвердили свою заинтересованность в решении этого вопроса, то почему бы его не обсудить в превентивном, так сказать, порядке? Но тут как-то смысл уменьшается вообще этого портала. Почему уменьшается? Наоборот, он увеличивается. Любой человек может на портале разместить свою инициативу, свое предложение и надеяться, что эта инициатива будет рассмотрена. То есть, при 5000 голосах это гарантия того, что этот вопрос будет вынесен на заседание и будет обсужден правительством. Но вопрос может быть обсужден, и какие-то действия предприняты значительно раньше. В общем, нормальная такая ситуация. Да, это нормальная ситуация. Если что-то будет заметно, что действительно тема волнует, то тогда уже как-то будет подключаться к этому действующая власть. Вот что заявил по данному поводу нынешний секретарь общественной палаты Дмитрий Курдюмов. Кроме того, если какая-то инициатива наберет эти 5000, это в какой-то степени будет значить, что мы плохо работали. Я считаю, что мы должны вступить в работу гораздо раньше, и лучше бы ни одна инициатива не набрала этих самых 5000. Тоже понятная позиция? Позиция понятна, но я ее отношу более к эмоциональному объяснению, нужности, важности того, что эти инициативы необходимо рассматривать до того, как они наберут критически важное количество голосов. То есть, в принципе, это каждодневная, рутинная работа. Сколько ваша инициатива набрала на данный момент? 16? Ой, ну... 16 голосов. Я напомню, инициатива об установке так называемых корпоративных скульптур под видом арт-объектов, да? Да, голосов немного, но на данный момент все инициативы, которые выставлены пока на этом портале, набрали такое небольшое количество голосов. Ну, мы, кстати, с вами говорили, да, об этом за эфиром, ведь за эфиром можно ведь искусственно вполне создать ситуацию на кухне голосов. Ну, я считаю, что, да, что вот на портале, который ведет подсчет голосов, отданных за ту или иную инициативу... Там, напомню, надо зарегистрироваться, ввести в том числе свой номер мобильного, своего телефона. Я считаю, что вот процедура верификации должна быть более жесткая и сопоставимая с порталом госуслуг, чтобы, если подсчет ведется каких-то голосов, то подсчитывать голоса только жителей Кировской области, реально проживающих, чтобы эти данные были действительно подтверждены. Потому что в данный момент, ну, зарегистрировавшись и подтвердив свой аккаунт по сотовому телефону, вполне могут за наши местные дела проголосовать и нагородные граждане, ну, кто угодно, на самом деле. Хотим ли мы учитывать голоса всех, кто пожелает зарегистрироваться на этом портале со всей необъятной стороны, или хотим учитывать мнение только жителей Кировской области, это вопрос. А если мы отвечаем на этот вопрос, что только ли жители Кировской области, только по местным каким-то делам, в таком случае нам необходимо более жестко и более четко подходить к процедуре верификации. То есть вот в существующей системе у вас такой нет стопроцентной уверенности, что этот портал будет полезен, эффективен? Вот полезен и эффективен он будет в любом случае. Вопрос, что можно сказать о любых результатах голосования, о любом подсчете голосов. Даже если это будет просто сайт, куда люди будут выкладывать свои инициативы, даже если без голосования, то это уже заслуживает большого внимания, то, что кто-то из обычных людей смог сформулировать какие-то свои предложения и публично их озвучить. Таких механизмов у нас на самом деле не так много. Из тех механизмов, которые власть готова на определенном ресурсе читать и воспринимать публично поданные во весь голос какие-то инициативы. Вы верите в то, что этот все-таки портал без всевозможных ухищрений, накруток все-таки способен набрать определенное количество голосов для того, чтобы правительство обратило внимание? Я верю в то, что сотрудники правительства Кировской области на данный момент, и надеюсь, что это будет и в будущем, читают то, что те тексты, которые выкладывают жители на портале, читают инициативы и читают описание проблем. Я верю в то, что эта ситуация, она мониторится регулярно, и какие-то выводы будут делаться. Вопрос голосования, это, я повторюсь, это другой вопрос, то есть верификация, это более уже такие строгие, это уже развитие проекта, как бы хотелось видеть в идеале. Я напомню, что на нашем сайте есть возможность задать вопрос гостю особого мнения, того, кто это особое мнение высказывает. Я напомню, что это Олег Ткачев, директор Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Вот, кстати, один из вопросов поступивших. Тут в качестве подписи, задающего вопрос, указан адрес электронной почты. Вопрос следующего характера. Я заметил, что у вас была неопределенная позиция по поводу, нужен ли нам в области закон об общественном контроле. Изменилась эта позиция? Все верно, констатирует пользователь. Да, у меня была и есть такая позиция. На самом деле, я считаю, что закон об общественном контроле нужен в том случае, когда есть что непосредственно регулировать, когда есть какие-то отношения, для которых требуется нормативная регуляция на уровне закона. Пока я не вижу большой активности инициативных групп, некоммерческих организаций, просто гражданских инициатив в сфере контроля, чего не могло бы разрешиться с помощью прописанных в Конституции просто гражданских прав граждан. Запрашивать информацию о действии или бездействии органов государственной власти и местного самоуправления люди могут. Основной документ нам позвали. Не только основной документ. Есть федеральное законодательство, есть специальный закон регламентирующий, как подавать запрос на получение информации. Вопросы какие-то тонкостей функционирования той или иной сферы. Есть регламенты, есть различные федеральные законы и нормативы, утверждаемые в установленном порядке. Никто не мешает людям брать эту информацию и сравнивать с текущим положением дел и по итогам задавать вопросы и настаивать на решении этих проблем. Это и есть, собственно говоря, функции контроля. Если при этих взаимоотношениях, при задаваемых вопросах будут возникать какие-то конфликтные ситуации и отказ действующих органов государственной власти и местного самоуправления заниматься этими проблемами, уже урегулированными в законодательстве, то тогда, наверное, требуются меры прокурорского реагирования, чего-то еще. Может быть, требуется определенная регламентация правил, по которым инициативные группы могут от чего ими не выступать, как преподносить результаты своих попыток контроля. Но я повторюсь, на данный момент не так много таких попыток это сделать и воспользоваться уже существующими нормативами и существующим законодательством. Я не понимаю, какие именно конкретные нормы должны быть прописаны в региональном законе об общественном контроле. Вот я сейчас задаюсь вопросом, а неужели этого всего не знает наш президент Владимир Владимирович? Ведь именно он вносил на рассмотрение Госдумы этот законопроект об основах общественного контроля. Этот закон об основах общественного контроля, он именно об основах. То есть на федеральном уровне эту проблему решили таким образом. Они самим фактом внесения этого закона продекларировали такую возможность. То есть еще один очень прозрачный намек для активных граждан, что, ребята, есть такая возможность, занимайтесь. Вот более подробно, какие-то положения должны быть регламентированы и прописаны в регионах. На уровне субъектов. Да, на уровне субъектов, если это потребуется. Практика показывает, что для реальных организаций, которые занимаются общественным контролем, даже при отсутствии регионального закона, то есть возможность заниматься есть. Активные граждане, кто хочет, пишут запросы и получают ответы. Кто желает, с этими ответами работают дальше, пересылают их в прокуратуру, куда угодно. И добиваются изменения текущей политики. Когда накопится критическая масса таких вот обращений и появятся какие-то конфликтные ситуации, их надо будет регулировать. И, скорее всего, устоявшуюся позитивную практику разрешения вопросов, тогда желательно ее описывать и формализовать в виде регионального закона. Пока практика не сложилась, я не знаю, что описывать, какие механизмы описывать. На самом деле, вот в этом вопросе, который я начал озвучивать с нашего сайта, есть еще один подвопрос, но я его чуть позже озвучу. А сейчас хотел бы еще одного вопроса коснуться. Он тут близко к теме общественного контроля. В прошлый раз вы говорили об общественных советах при различных госструктурах. Где можно получить больше информации об их работе? У общественных советов нет ни сайтов, ни страничек в соцсетях. И это укрепляет убеждения в декоративности и бесполезности этих органов. Согласитесь? Задающим вопросы. Я соглашусь с тем, что вопросы возникают. Если вопрос состоит, где можно найти информацию, то, конечно, информацию можно найти на сайтах ведомств. Этих официальных ведомств? Этих официальных ведомств. Список членов и все. Список членов. У некоторых выложено положение. На уровне правительства Кировской области постановлением правительства принято типовое положение об общественных советах, которые работают при органах исполнительной власти, за которые отвечает правительство области. Но есть еще и масса других общественных советов, муниципальных, префедеральных органах, о которых тоже была бы информация крайне полезна. Это действительно очень хорошая мысль и хорошее предложение, собственно говоря, на одном ресурсе собрать всю информацию о действующих советах. И, наверное, мы эту идею обсудим и сделаем... Мы это на базе общественной палаты? Да, на базе общественной палаты. То есть сделаем или подраздел на сайте, или отдельный ресурс, посоветуемся как лучше. Денег это не стоит. То есть просто всю информацию о деятельности общественных советов свести в одно место. Ну а что касается декоративности и бесполезности этих органов? Насколько я понял вопрос, это создается впечатление ввиду... Укрепляет убеждения, да. Ввиду отсутствия информации. Да, ввиду отсутствия информации. Если вся информация будет предоставлена, я согласен, что эту информацию о деятельности общественных советов надо предоставлять, и эта информация должна быть открыта для любого интересующегося человека. И возвращаясь к вопросу, вернее, ко второй части вопроса, который озвучил я в первую очередь. Не считаете ли вы, что новый третий состав общественной палаты Кировской области стал консервативнее? Стал он консервативнее или нет, состав покажет только... Интересно, под словом консервативность тут же... Покажет только работа этого созыва. То есть пока еще не было шанса убедиться ни в том, что он консервативен, ни в том, что он неконсервативен. То есть мы еще пока не так близко познакомились с новыми членами. В консервативном смысле, возможно, там не будет каких-то обсуждений, смелых идей, да, или что? Не знаю, что вкладывал человек в слово консервативный. Но я могу как бы предполагать, догадываться и трактовать с точки зрения того, как я понимаю слово консервативный. Наверное, да. То есть смелость при внесении каких-то вопросов, при обсуждении, более открытое выражение собственного мнения. Не знаю. Все покажет только совместная работа. То есть в данный момент в общественной палате сформирован третий созыв. Люди очень разные, люди не похожие друг на друга. Это плюс или минус по сравнению с предыдущими составами? Понимаете, времена меняются. То есть невозможно сравнивать эту эпоху с предыдущими эпохами. В те времена были актуальны вот те вопросы. И вот такие высказывания, реплики, какие-то демарши, в эти времена становятся актуальными другие механизмы. То есть все познается и в сравнении. А как оно будет на практике, насколько это будет адекватно нынешнему времени, возможно ли будет решать вопросы через деятельность нового созыва, покажет только время. То есть нельзя сейчас с уверенностью сказать, буквально полмесяца прошло с того, как общественная палата собралась на... Ну, почти месяц уже. Ну, почти месяц. С момента дня формирования, да. Сейчас идут только заседания, первое заседание комиссии, где определяются руководители комиссии, там повестка на год, там планы работ комиссии верстаются. Пока еще невозможно сказать, насколько это будет красочно, продуктивно, насколько это понравится людям. То есть у людей одни ожидания, а практика складывается, будет складываться какая-то там такая. Понравится это или нет людям, то будем смотреть по итогу. Но в целом-то у третьего состава, у ПКО есть такой потенциал стать... Я думаю, потенциал есть всегда. ...более заметным, значимым органом таким. Я думаю, потенциал есть всегда. Потенциал для роста, там, он колоссальный. Важно его понять, оценить, поддержать. И надеюсь, что все получится. Я хотел бы сейчас перейти к другой теме, уже к теме прошедшего общероссийского гражданского форума под патронажем экс-министра финансов Алексея Кудрина. Прошел форум в субботу и воскресенье, то есть позавчера и вчера. И вот многих удивило и возмутило, и не только присутствующих на этом форуме, но и слушателей, читателей, заявление нашего губернатора. Цитата буквально. Я не знаю, что произошло, но разошелся Никита Юрьевич. Заявил он, что на каждого фрика во власти приходится десяток фриков и дебилов в обществе. Надо поднять задницу и убираться в подъезде, а не критиковать власть. Неожиданным стало такое заявление от главы Кировской области. Почему неожиданным? Вот именно в такой форме что-то я не припомню, что Никита Юрьевич заявление делал. Никита Юрьевич за словом в карман не лез никогда. Все его фразы и формулировки, они достаточно эмоционально окрашены. И, в принципе, фразы строятся зачастую и на парадоксах, и на неожиданных каких-то будражащих ум тезисах. Ну, давайте, по сути, прав он или не прав? Ну, по сути, он прав. Ничего такого суперфантастического я ни в этой фразе, ни в этой подаче не вижу. Единственное, что хотелось бы расставить точки над «и». Да, мы прекрасно понимаем, что люди, которые не имеют прямой прагматичной мотивации в нашем потребительском прагматичном мире, они всегда становятся активные люди, которые что-то делают в том мире, где каждый работает вроде как бы сам на себя, они волей или неволей становятся белыми воронами. То есть это вариант девиации. Это те самые фрики. Ну, дебилы не дебилы, но, по крайней мере, люди, серьезно отличающиеся от обычного обывателя, который ни во что не лезет, ни во что не вмешивается. Не однозначно, это со своей спецификой. Вот работа этих людей, собственно говоря, и тем они, и цены, то, что они задают неудобные вопросы. И они задают неудобные вопросы людям, которые профессионально занимаются… Это вы имеете в виду представители общества, да, как раз-таки? Представители общества – это люди, задающие вопросы и пытающиеся найти варианты решения этих вопросов, но со своей стороны, как непрофессионалы, как люди из общества. Они задают вопросы не кому попало, а власти, то есть людям, профессионально работающих в структуре управления государством. И если со стороны общества я допускаю, что нас можно всех назвать фриками и кем угодно, то тезис про то, что фриков и кого-то там еще во власти всего лишь в 10 раз меньше, меня удивляет. То есть хотелось бы, чтобы во власти… Это слова губернатора, да. Хотелось бы, чтобы во власти все-таки там и власть сама к себе относилась более серьезно, более профессионально. Хотелось бы, чтобы фриков там не работал. Это мы можем себе позволить. Во власти такие персонажи недопустимы, на ваш взгляд. Ну, хотелось бы уважать нашу власть и считать, что она умная и знает, что делает. Не всегда это так кажется, глядя со стороны. Но, по крайней мере, хотелось бы стремиться к тому, чтобы это было так. А вот еще журналист Светлана Сорокина упрекнула губернатора в том, что он не успел он, точнее, успел уже посидеть несколько лет во власти. Как и в риторика, резко изменилась. Было либералами, имеет в виду госпожа Сорокина. А тут вот такие заявления делать. Нет, действительно, перемены налицо. Ну, перемены, они есть всегда. То есть, наоборот, было бы странно, если бы человек, который достаточно много и профессионально работающий с разными субъектами, не изменялся во времени. То есть, не изменялся вместе с этим временем, вместе с обществом. То есть, было бы странно, если бы Никита Юрьевич как застыл во времена оппозиционной деятельности, так ни на шаг и не продвинулся. А зачем бы нам тогда нужен был такой негибкий и неадаптивный руководитель? Вопрос ведь как бы не в степени удивления, что изменился, а вопрос в векторе, в векторе изменений. Да, я прекрасно понимаю, от чего и почему могла измениться риторика. Личное мнение губернатора. Да, я понимаю его разочарование многими процессами, которые он там видит и в обществе. С чего он начинал, да? С деятельности. Ну да, да. Я понимаю, что много как бы прекрасных иллюзий разрушилось, когда узнал много подробностей о том, как действительно там функционирует система управления. и когда сам взял там рычаги управления в свои руки. Ну, что тут можно сказать? Риторика изменилась, человек изменился. Но это все-таки измена или не измена своим каким-то изначальным убеждением, стремлением, пониманию, картиной мира? Не знаю. То есть я не был знаком с Никитой Юрьевичем раньше. Я не могу судить, изменил он своим идеалом и убеждением или не изменил он своим идеалом и убеждением, а то, что декларируют сейчас, это было в нем всегда. То есть какие-то тактические варианты поведения на публике у него меняются. Там меняются существенно. Да, он говорит больше о других вещах. Эти вещи менее понятны простому человеку. То есть простому человеку, которому нужно объяснять там... На пальцах, что называется. На пальцах, на бытовых примерах. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева. Сейчас у нас традиционный перерыв. Реклама, вернее, в середине часа. Полторы минуты, и мы вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Агропромышленный холдинг Дороничи. Особое мнение на 101FM. Следуем дальше. Напомню, что беседуем мы с Олегом Ткачевым, директором Центра поддержки некоммерческих организаций, членом общественной палаты Кировской области. На сайте kirova.ru есть форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю «Особому мнению». Еще один вопрос как раз таки. Олег, вы рассказывали о получении кировскими НКО кремлевских грантов. Не считаете ли вы неправильным брать деньги государства, которое уничтожает независимую общественную активность? Или просто нет выбора? Вот такой вопрос. Вопрос интересный. Мы постоянно думаем, в том числе и над этим. Постоянно терзаетесь, да? Да, постоянно терзаемся этими же вопросами. У меня сложилось за годы работы с некоммерческими организациями такое убеждение. Лично ваше? Да, лично мое. Деятельность некоммерческой организации, созданной самими гражданами для удовлетворения собственных социальных, культурных и иных потребностей, она должна обеспечиваться ресурсами. Откуда эти ресурсы брать? И мое личное убеждение состоит в том, что доля ресурсов, которые в бюджете организации, которые получаются со стороны государства, она должна быть не более одной трети. Это позволит большую финансовую устойчивость самой организации и ориентацию не только на удовлетворение запроса государства, но и на удовлетворение запросов иных ресурсодателей. Кто может быть этим... Такая более-менее независимость. Да, да, да. То есть на трех ногах стоять намного удобнее, чем на одной. Это и надежнее, говорят специалисты. Это и надежнее. Собственно говоря, а где взять и какие могут быть другие ресурсы? Ну, прежде всего, это сотрудничество в любом виде. С коммерческими организациями, с коммерческим сектором напрямую, без участия государства. То есть горизонтальные связи. И третья нога – это участие самих граждан в виде благотворительных пожертвований, в виде членских взносов, в виде какой-то оплаты полной или частичной услуг организации и так далее. То есть сами граждане плюс сотрудничество с бизнесом. И, возможно, если необходимо, если это уместно, то работа с государством. В последнюю очередь, получается, все-таки? Я бы поставил это в последнюю очередь. Мы думаем, мы пытаемся и в своей организации, и пытаемся другие организации консультировать, чтобы долю негосударственных поступлений увеличить, долю несвязанных с влиянием государства. Но тенденции нашей государственной политики в том, что денег выделяется очень много. И, в принципе, те, кто желают получить, и особенно в этом упорствуют, какие-то бюджетные деньги, они, в принципе, имеют такую возможность получить бюджетные деньги. Когда организация останавливается на этом и говорит, все, нам достаточно, на этом мы остановимся, нам достаточно работать только с бюджетом, только с государственными органами... Таких большинство или меньшинство? Среди таких небольшинство. То есть это достаточно мощная тема, и она достаточно мощно прокачивается со стороны федерального верха, то есть и культивируются различные конкурсы, грантовые, распределение субсидий. И когда говорится о господдержке, говорится в первую очередь о выделении денег. И крайне мало говорится о господдержке в развитии инфраструктуры, когда бы организации могли бы сами напрямую где-то взять денег из негосударственных источников, если бы сложились определенные обстоятельства, допустим, благоприятная налоговая политика для организаций бизнеса, которые могут жертвовать. Даже не в том, чтобы что-то льготировалось, а в том, чтобы налоговое следом не приходило в те организации сразу же автоматически, которые жертвуют что-то по собственному решению, не согласовав это с властью. Ну, такие вот варианты. Когда бы не перетряхивали всех людей, которые сбрасывали на Яндекс.Кошелек некоммерческим организациям какие-то пожертвования. Сумма-то ограничена ведь сейчас? Да нет, это самое. По поводу ограничений сумм, я думаю, это несущественно. Вопрос в том, что мы живем в нашем государстве, где в режиме ручного управления очень яркие, очень видны примеры, когда люди через Яндекс.Кошелек, допустим, пожертвовали какой-то организации, а потом к ним приходят и начинают задавать вопросы. А вы точно туда жертвовали? А вам никакого отката не предлагали? То есть, а у нас тут проверка как бы по фактам. Ну, и так далее, и так далее. Разумеется, это называется надавать по рукам всем тем, кто пытается альтернативным в обход государства что-то там финансировать. И вот получается такая вот система, когда остается только одно окно, и оно государственное. Вы говорите о том, что государство как-то продолжит узурпировать как раз-таки, подбирать под себя. Я думаю, что... Это право кому давать, кому не давать. Я думаю, что вот мой прогноз, мой прогноз в том, что государство продолжит завинчивать там гаечки и постарается ставить все под свой контроль. Но это совершенно не значит, что нужно обрывать все связи с государством. То есть, и ни в коем случае не брать у него денег. Тут вопрос уместности. Если некоммерческая организация желает сделать там какую-то конкретную, там совершенно конкретную пользу для своих клиентских групп, то оно может там воспользоваться ресурсами и государства, и негосударственных источников. Просто негосударственные источники ищутся там на порядок сложнее, чем государственные. Это печально. Остается у нас не так много времени. Я хотел бы узнать ваше мнение по одной из самых актуальных проблем последнего времени. Я имею в виду вообще федеральный характер. Это введение с 15 ноября этого года платы для грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Все мы прекрасно знаем, что проходят повсеместно акции протеста. По всей стране дальнобойщики, грузоперевозчики протестуют. И есть уже некий эффект. Буквально накануне введения этой платы было принято решение о снижении в два раза сбора рубль 53 до конца марта. Принято было решение о том, что в течение определенного периода не будут взиматься штрафы за неоплаченный проезд. Насколько, на ваш взгляд, серьезная ситуация разгорелась и не считаете ли вы, что государство очень даже специфическую отральз затронуло и может аукнуться серьезно? Ну, вообще вся эта история, она действительно очень странная. Мы читали и инициативу, для чего это и как, да, действительно... Что это якобы вред, серьезный, дорогам, возмущение. Это действительно вред, серьезный, дорогам, там, все это как бы очень просто и логично. Там действительно кто пользуется и кто разбивает дороги, по идее, должен платить за восстановление этих дорог. Но есть масса тонкостей, которые, как бы сразу вспоминают те профессионалы, которые там этим занимаются. Вот сам принцип, да, он хорош. А вопрос реализации вот этого принципа, когда вдруг там создается решение, и когда вдруг, там, можно сказать, там, частной организации поручается следить за поступлениями, там, федеральный бюджет. Не только следить, а собирать уж напрямую с помощью этой системы платону. Следить, собирать, да. Сразу возникает куча вопросов. Почему они? А почему именно в таком виде? А начинаем как бы рыть глубже, из чего эта система должна там состоять? А готовы ли все к введению этой системы прямо сейчас, вот когда там объявляется? Мы видим, что решения непрозрачные, непонятные. Инфраструктуры нет. Как взыматься будет, а контроль за тем, что взымается, и контроль за теми, кто взымает, вот, совершенно непонятно. И пойдут ли эти деньги, там, действительно, там, на, там, реконструкцию и строительство дорог, или куда-то еще? Ну, кто может дать гарантии? Вот, пока непонятно. Государство почему-то там свои прямые функции передоверило, там, частной компании, где мы снова видим, там... Которые 10 миллиардов за свои хлопоты. Да, 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 более известные фамилии, вот, и так людей облеченных, там, и властью, деньгами, там, и плюс вместо того, чтобы они платили, вот, так еще и им за эту работу, за то, что они эти деньги собирают у себя, аккумулируют, еще и им платится, там, колоссальное средство. То есть, на ваш взгляд, лучше бы этим государство все-таки занималось полностью, без привлечения частного капитала? Я не против, я не против, там, каких-то вариантов аутсорсинга. Просто такая глобальная система, вводимая, там, ну, вот, про такие денежные обороты, да, она должна быть прозрачной, она должна быть понятной. То есть, и прежде чем вводить, то есть, в любом случае, такую колоссальную систему необходимо вводить поэтапно. То есть, объяснить, что до такого-то числа, такого-то месяца будут установлены, там, рамочки контрольные, там, до такого-то числа, там, будут установлены, там, на все большегрузные, там, автомобили, там, эти датчики. Эти приборы, да. Да, эти приборы, и каким образом, чтобы было объяснено, кто будет ставить, за чей счет, каким образом получить, там, владельцу частного, там, автомобиля. Там, эти приборы, сколько это будет стоить, чтобы это не было, там, еще раз одной дополнительной нагрузкой на предпринимательскую деятельность. Вот это же все непонятно. Вот, это все непонятно, и я понимаю возмущение, там, людей, задействованных в этом бизнесе. Вот, по непрозрачным правилам государство хочет получить от этого сектора экономики дополнительно, там, сколько, 50 миллиардов? 50 миллиардов в год, да. Ну, это достаточно колоссальная нагрузка по непонятным правилам, вот, и преимущество, которое получит государство в итоге, а в итоге, ну, мы все, как потребители услуг государства, там, ну, очень неочевидны. Вот, я не могу с уверенностью сказать, что, как бы, вся эта система, там, через год, там, реально принесет улучшение дорог, там, в Кировской области. Там, хотя бы те федеральные трассы, по которым ездят эти грузовики. Ну, а у нас одна федеральная трасса по территории региона. Да, я не могу сказать, что, там, действительно эти деньги пойдут, как бы, вот, на это, и, там, в течение года, там, начнется, там, реконструкция, там, развитие, там, дорожного полотна. Я не уверен. Как вы думаете, возымеют ли какой-то эффект положительный для грузоперевозчиков, вот, эти самые все массовые акции протеста? Я думаю, что какой-то... По массовости, я что-то не припомню, когда-либо такое было в истории современной России. Я думаю, что какой-то эффект это произведет, но вопрос какой. Для меня, допустим, одним из индикаторов, там, является, там, определенный заговор молчания на федеральных каналах этой темы. То есть, практически обсуждается все это в интернетах, но если это будет только лишь обсуждение в интернетах и какие-то факты выхода людей на улицы, которые, опять же, будут замолчаны, вот, то это может пройти незаметно, как и масса других, там, каких-то возмутительных случаев, которые мы, о которых мы считали в интернете. То есть, практически нужно придавать это все с помощью основных, так сказать, да, средств массовой информации, коим относятся федеральные телеканалы. Да. Завершается, кстати, время наше, без 15.2 на часах, и я благодарю за беседу Олега Ткачева, директора Центра поддержки некоммерческих организаций, члена Общественной палаты Кировской области. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM